Всем привет! Продолжаем знакомиться с новыми возможностями языка C++17, то есть нового стандарта. Итак, возможность, ту которую сегодня мы кратко и быстро рассмотрим, это non-template параметры для шаблонов. То есть теперь в шаблонах можно писать auto для non-type template параметров. Что это означает? Ну, к примеру, давайте посмотрим, что было до и что сейчас. Ранее, к примеру, для того, чтобы указать какой тип, к примеру, вот у нас есть шаблонная функция early, то есть то, что раньше было, да? И мы писали template, type name, указывали тип и непосредственно этого типа вот параметры. И вот мы, к примеру, выводили это. Сейчас же можно просто написать auto, то есть как минимум уже сократилась вот эта запись, и нам не нужно указывать, что есть тип 1 и перечислять параметры этого типа. Не надо указывать, что есть еще тип 2, к примеру. Вот здесь тип 2 и описывает там параметры типа 2 и т.д. и т.п. То есть можно уже написать auto, и компилятор вычислит, какой же тип на самом деле сейчас. Вот, и вот этот пример был раньше, и вот сейчас auto. И как это использовалось? Ранее мы указывали тип и вот он, да, тип этого параметра. Тип char и непосредственно сам параметр. Сейчас же автоматический компилятор выведет этот тип, и все легко и просто. Ну и здесь я вырезку из стандарта оставил, так на всякий случай, потому что мы можем только передавать константные выражения какие-то, и только там целочисленные, ну, к примеру, мы не можем написать вот так вот. Ну, по крайней мере, в этом виде вот, чтобы это сделать просто. Такое можно там сделать, но это уже костыли начинаются, вот. Вот, а вот просто вот так вот написать, объявить переменную типа int a, и вот здесь ее передать как параметра мы не можем. Мы можем только целочисленные какие-то типы. Соответственно, там буквочки, чары, int, шорты, лонги, можем. Вот, float, ну, то есть вещественные числа тоже передать не можем. Вот, вещественные. Ну, long-long, не знаю, не пробовал, можно, да. Вот, и давайте еще просто быстренько пару примеров. Вот у нас есть шаблонный класс, array, массив. Вот, и ранее, ранее мы указывали тип, и указывали, ну, тип данных, то есть какие он будет хранить, и размер. И этот размер мы четко указывали, что size t. Сейчас уже просто auto написали, и все. И теперь, для того, чтобы создать на стеке массив из int a, в количестве 10, вот так вот пишем, ну, и сейчас точно так же пишем. Но вот здесь уже как бы, уже упростилось. Особенно если, особенно, особенно, если это типы, которые завернуты там во всякие пространства имен. Вот, хотя не факт, тут еще не факт, какой тип он выведет count. Это, скорее всего, будет integer. Вот, здесь, конечно же, четко мы указали. Но не суть. Самое главное, что появилась такая возможность. Далее, к примеру, смотрите, вот три аналогичные функции. Вот обычная функция, не шаблонная, которая работает с какими-то типами, вот, которые вводятся автоматически. Дальше, вот шаблонная функция. Вот, то есть, это аналог. f a и f b, это, грубо говоря, одно и то же. Вот здесь мы указываем type name. Вот, 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 вот. И есть у нас еще функция c, f c. Где мы type name не указываем, здесь просто шаблонный параметр. Вот, мы можем непосредственно сюда передать эту константу. Если нам нужна не константа, если это какие-то объекты, если это объекты классов, переменные, вот, то, конечно же, вот так не получится. Вы это уже увидели. Вот, но если это просто какие-то константы, const expression выражения, то, что известно будет компилятору на этапе компиляции, то без проблем лучше пишите вот так вот. То есть, и есть у нас еще f, функция fd, к примеру, которая печатает значение, ну, в данном случае массива, и мы указываем откуда и докуда. Вот, то есть, мы указываем тип массива, а дальше авто, это у нас должны вычислиться, вывести с типы, и от начала, то есть, range, так называемая, да, мы можем передать сюда массив и указать на печата элементы с пятого по шестой. Вот, и вот примеры использования. fa это обычная функция, fb это где мы указываем type name, fc где у нас авто стоит, вот, и тип вводится автоматически, и мы передаем, то есть, в fb, как вы видите, нам нужно было указать тип параметров и передавать его сюда. В этом случае уже тип указывать не надо, но если это констант. И вот для функции fd, да, где мы печатаем массив. То есть, очень удобно, еще такая штука decal type, я ее не разбирал, может быть, как-то разберу. Вот, но в данном случае очень удобно использовать. В чем тут удобство? Вот здесь нам нужно указать тип. Вместо того, чтобы писать длинную эту колбасу, что это array из intов, что это там std или еще что-нибудь, можно просто decal type, чтобы тип вывелся вот здесь и подставился. В данном случае выведется правильный тип и будет сгенерена функция fd для вот нашего нового типа. Вот, и вот мы указываем границы, да. Вот, ну, еще парочку примеров. Это просто в интернете увидел, просто как пример, да. Ранее это была вот наша суперконстанта, нам надо было писать type name, type, потом значение указывать, вот, вот здесь этот писать тип, потом константа равно value, ну, больше как бы писанины, чем в этом случае. Здесь мы четко указываем auto value, то есть нам type name уже указывать не надо. вот, 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 здесь тоже auto, и это у нас создается суперконстанта, которую вообще никак невозможно поменять. Ну, конечно же, можно привести к типу, и тогда все мы можем поменять. Вот, ну, на этом все. Как бы здесь эта возможность не так уж, наверное, интересная, как бы каких-то таких хороших примеров я не нашел и даже не придумал, чтобы вот так вот по примеру посмотреть и сказать, ух ты, ничего себе, ну, теперь-то все, теперь-то я сейчас как напишу. Вот, ну, просто такая возможность, неплохая. О ней надо знать, возможно, в ваших проектах, будущих или текущих, вы такие, ё-моё, ведь есть же уже автоматический вывод типов. Там, где вы передаете какие-то const expression выражения, то есть констант. Вот, или литералы, целочисленные, вот, или буквенные литералы, вот здесь. Вот, ну, всем спасибо за внимание, подписываемся, делимся, ставим лайки. Всем пока!